Деловое утро на РБК ТВ продолжается и в гостях у нас доктор Евдокименко, автор книги «Тайная формула здоровья». Павел, доброе утро. Знаем, что у вас не одна книга. Вышла еще одна. Не то, что мы анонсируем, да? «Тайная формула здоровья». Вышла еще одна. Она у вас на столе. Покажите ее всем крупно. Это золотое издание причин твоей болезни. Вообще, это как бы продолжение «Тайной формулы». Ну, она самостоятельная, но как бы продолжение. Вот долгожданная моя. Долгожданная. Ну, и от чего же мы болеем-то? Расскажите. Ну, как явствует из названия книга «Причина твоей болезни», да, и все болезни как бы от нервов. Но это и правда так, что многие болезни от нервов, но и не только. Я тут прошелся в этой книге по многим интересным темам. Тут и подсознание, и гипноз затронул, ну и отдельно рассказал о разных болезнях так подробно, то есть о чем болеем. В частности, вот тут довольно интересный рассказ получился о сахарном диабете. Что там с диабетом? Сладкого не ешь, не нервничай, ну и, в принципе, укол инсулина. Ну да, собственно. На самом деле с диабетом не все так просто. Я бы даже сказал, что эта болезнь отчасти искусственная. Такой болезни в природе не существует. Ну, как-то не существует. Как старый анекдот, место есть, а слово нет. Место, да. Ну, болеют люди, собаки даже болеют. В природе болезни не существует. Люди болеют, домашние животные болеют, а вот дикие животные не болеют. То есть в дикой природе диабета не существует. Ему там просто неоткуда взяться, потому что дикие животные, если едят какие-то фрукты, там, да, фрукты на фруктозе, то есть нету сахара, неоткуда взяться диабету. То есть если даже какой-то сахар где-то как-то образовался, то животное его сжигает за счет движения. Вообще сахар – это вещь, которая великолепно сгорает после движения. Ну, всем офисным работникам эта тема как никогда актуальна, потому что это как раз про нас. Вот этот запах, манящий запах круассанчиков, сладкого чайку. Как не перекусить между обедом, который случится, возможно, не в час и не в два, а скорее в четыре, и ужином, который случится, возможно, не в семь и не в шесть вечера, а скорее в одиннадцать, как не съесть печеньку или вот какую-нибудь еще сладость. Нет, нет, нет. Я даже подчеркну, есть еще один фактор в офисе – вредности, кроме печенья, кроме вот этих круассанчиков вкусных и кроме кофе с сахаром. Нельзя? Нельзя, говорю тебе, нельзя. Есть еще один важный фактор – это, как ни странно, нервы. То есть мало кто знает, что когда человек психует, ну, начальник поругался, или не успеваешь какой-то отчет подготовить, доклад сдать, вот от этого выделяются гормоны стресса, они повышают сахар. На самом деле очень многие люди заболевают именно вот от этого, от нервотрепов. От стресса. Да, вот у меня как-то недавно приходил молодой человек ко мне на прием. Он бывший спортсмен, ну, много занимался спортом, сейчас сел на работе в офис, работает, работа для него, для спортсмена непривычная, то есть сидячая, начальник накачивает каждый день, он от начальника возвращается на стрессе, печенье, кофе. А почему на стрессе? Нельзя начальника через бедро, правильно? Да, вот. И при норме, грубо говоря, до 6 сахара, у него сахар подскочил 25, он загремел в больнице практически, чуть ли не, ну, из комы его чуть не пришлось вытаскивать. Но хорошо, он у меня когда-то лечил коленки. Так, и что вы с ним сделали? Сбежал на третий день из больницы, пришел ко мне. А что делать? Ну, и мужа на инсулине, парень, то есть 3 дня инсулина. На самом деле решается проблема, как ни странно, при всей, вот, кажущейся такой неприятности и страшности, проблема диабета решается просто. Дать нагрузку человеку. Нагрузка великолепно сжигает сахар. Мы ему дали нагрузку, подобрали упражнение, стали его гонять. И молодой человек у нас умудрился даже слезть с инсулина. Понятно, что вообще-то с инсулина слезать опасно. То есть тут речь идет только о том, что нам удалось снять его с инсулина по той простой причине, что не дольше недели. То есть если человек уже неделю-две инсулина использует, там уже, извините, это, к сожалению, становится пожизненным. Но это диабет первого типа, который инсулиновый. Есть еще второго. Да, есть еще второго типа. Вообще, чем они отличаются? Первый тип диабета, он начинается обычно в юности. Это люди заболевают и быстро сажают на инсулин, и человек пожизненно колет инсулин. А есть диабет второго типа, это когда люди болеют, как правило, чаще полные. Люди заболевают уже в возрасте стаж 35-40, и инсулином там лечиться обычно не нужно. Это вот два типа инсулина, о чем мы будем говорить еще. А что является причиной все-таки? Неужели только отсутствие движения и наличие сахара? Наличие сахара, отсутствие движения и стресс. Но есть еще один очень важный фактор. Помните, мы с вами говорили, когда рассказывали про гастрит и изжогу, что частые перекусы виноваты в образовании изжоги. Образуется соляная кислота. Жилой их привыкает и начинает вырабатывать ее каждый раз. Как только мы кладем в рот, даже маленький кусочек какой-нибудь сладости. Вот то же самое происходит, собственно, с диабетом. Одна из причин диабета – это частое перекусывание сладкого. Что происходит, когда человек берет такой вкусный карасанчик? Ну, скушает. Нет, нет, не буду. Человек съел, у него выделился инсулин. Да. Человек опять съел через минуту. Есть ведь подростки, например, да и не только подростки, взрослые люди, которые сидят, вот целый день что-то перекусывают. У них на каждый перекус, на каждое съеденное печенье, карасанчик, у них вырабатывается инсулин. И он вырабатывается в результате безостановочно. А вообще инсулин – это важный гормон. И при этом нарушается гормональный баланс. Организм не хочет этого допустить, ему надо как-то прекратить эту инсулиновую вакханалию, то есть постоянно выработка инсулина. Если человек молотый, у него сильная иммунная система, то запускается аутоиммунная реакция. То есть приходят иммунные клетки и начинают мочить эту поджелудочную. Да хватит тебе уже вырабатывать инсулин. То есть, в принципе, убиваются бета-клетки поджелудочной железы. Инсулин вырабатывается, перестаёт. Это диабет первого типа. А второго типа? Да, и здесь я просто уточню, что теперь бета-клетки работать не будут при первом типе, придётся колоть инсулин пожизненно. Второй тип. Ну, к примеру, человек в юности не так много перекусывал печеньками и очень много двигался. В общем, у него не пришли иммунные клетки и не убили поджелудочную железу. То есть он этот возраст проскочил. Но вдруг он погрузнел, сел работать в офис, там ему лет 30-40, он опять перекусывает, у него опять много инсулина, его вырабатывается инсулина так много, что организм просто перестаёт его усваивать. Ну, клетки его начинают отторгать. То есть инсулина так много, что организм говорит, да хватит, уже не надо. И в результате, собственно говоря, у человека начинается диабет совсем другой. То есть инсулин вроде есть, поджелудочная железа, бета-клетки не убита, но тем не менее, на счёт себя диабет, потому что организм этот инсулин отталкивает. А вообще надо понимать, что инсулин даже в спорте используется как допинг. И ещё раз говорю, вот диабет второго типа, я так считаю, что болезни такой, по сути-то, и не существует. Это просто неправильный образ жизни. Инсулин сжигается, вот как в спорте это делается, с помощью упражнений. Поэтому диабет легко вылечить, особенно второго типа, с помощью гимнастики. И просто банально, вот в офисе, да, ну накричал начальник, поднялся сахар от нервов, от стресса, как мы уже говорили, что сделать? Ну, конечно, это будет выглядеть, может быть, странно, не надо это делать при всех, не надо это делать на виду. Пробегись, вот как я своего сына гоня, он у меня прихватил тут диабет. Пробегись на 11-12 этаж пешком, то есть пускай у тебя сахар сгорит. Вот, поотжимайся быстро, но если коленки здоровы, если ты молот, поприседай. Ну, понятно, что если коленки уже больные, приседать не надо, но отжимайся, походи, побегай, подвигайся. То есть сожги свой сахар и свой инсулин любыми способами. То есть вот эта проблема диабета... Убей макет начальника. Да? Как японцы делают, да? Конечно, японцы же не зря это придумали. Умные ребята, то есть у них манекен начальник стоит в каждом уважающемся офисе. Ну, и я так понимаю, что сделать вот это все сладенькое, перекусы, табу, повесить на эту табличку. Или есть после еды эти сладости? Есть сладости, ну да, вот как мы говорили при гастрите, три раза в день ты ешь, вот три раза перекусы. И самое главное, вот здесь мы должны упомянуть, чего вообще нельзя делать. Отменяйте сладкие напитки. Это особенно газировки, всякие, не знаю, там колы всякие, вот такие вот баночки вкусные, красивые. Если ты здоров, ты можешь их пить, но если у тебя диабет, конечно, придется их отменять. Павел Валерьевич, тема безумно интересная, но, к сожалению, время нашего эфира ограничено. Мы ее продолжим, эту тему ведь, обсуждать. И сделаем это непременно. У нас в гостях был доктор Евдокименко, автор книги «Тайная формула здоровья». А также ищите теперь в книжных магазинах «Причины твоей болезни». Это золотое издание. Золотое издание. Давайте покажем еще раз эту книгу. С удовольствием. Спасибо вам огромное. Спасибо. Еще раз за столь интересный рассказ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова